прикупил на двери вот такие вот навесы стрелы по 45 гривен одна штучка потому что двери будут грубо говоря 2 метровых двери на две половины распашные это будут пускать будут покрепче взяла такую щеколду и взял на одну половину такие вот замочки закрывать вот такой саморез для короб я уже сюда поставил ну выставил так более-менее нормально этот саморез прикрутить короб до металла сейчас на сверлим дырок что проваливалась шляпка потом набьем четвертяну четвертя набьем уже когда будут стоять двери и тут а покрепим ну а здесь будет наличник наличник уже тоже я купил сейчас будем делать двери вот это хочу сделать двери и первые пробные поставить два окна сюда и туда купил на эти два окна которые хочу попробовать как будут такие навесы вот такие навесы на эти два окна там посмотрю так не так пойдет не пойдет понравится не понравится и будем потом дальше принимать меры и вот таким сверлом сейчас нас верлю для того чтобы сам саморез проваливался туда и не мешал навевать потом четвертя вот так ну я так наверно три штучки хватит и так Продолжение следует... 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 Я электродик подкладываю на электрод, делаю щель. Есть, есть, пробуем первую половинку, четвертей еще нету, проваливается туда, открывается хорошо, наличие тоже мешать не будет, да, не будет. Сделать зазоры и там, и там, ну сантиметр, сантиметр и два миллиметра, вот такие дети. Все, приступаем ко второй половине. Все работает исключительно. Добавлю еще по саморезам. Использую вот такие саморезы, крепкие, желтые. Они не ломаются, не жалеют, усилены. Вот так. Ну и гвозди надо позавинуть. И кину раскостку. Чук. Ну то уже потом шалюки сделаю. Чем хорошо на улице, мрячка, вон, третий день уже подряд. Такое дождь. Мрячка. Погода сильно на улице не поработаешь. А тут красота. Вон сейчас идет мрячка. Спокойно работаю. Сюда сквозняки не задувают. Отсюда сарай. Отсюда вагончик. Отсюда вета вообще почти нет. Отсюда вагончик. 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 Вот, друзья, на краях я оставляю, тут будет четверть набиваться в коробке, чтобы брус этот не мешал, а крайний гвоздь, вот этот, по-любому вывозить сюда, типа, ну, а надо он основной, он держит самый край двери, поэтому я делаю вот так, ну вот, вот так вот сейчас есть, этот гвоздь крайний, он держит навес самый, можно сказать, основной, а что, тут доска и все... И вот так он в жизни, этот начинок, начальный гвоздь, который держит вес навес, в жизни не вылезет. Ну, загибаем гвозди и ставим дверь. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok так все теперь четвертя доска сороковка двери из доски сороковки поэтому будет хорошие мощные крепкие двери кинем еще раскоски так или так и будет и сейчас будем набивать сюда четвертя вот сюда четвертя двери упирали ставить внутренние щеколды от это будет у меня глухая эта сторона это будет закрыта на внутренней щеколды а это рабочие нижний короб я тоже кинул зачем потому что здесь у меня еще в бойне будет ложиться плитка 3 сантиметра 3 сантиметра и там остается только сантиметра полтора и внутри тоже плитка это у меня будет что-то с этой стороны типа комната комната там переодеться кладовка бытовка кладовка здесь будет котельник тут все будет ровный пол выгоняю там допустим перегоняю открыл две двери выгнал загнал перегнал а так для ежедневного использования самому ходить там тачку возить нормально будет погнали дальше четвертя готовы а и а д и и и и и четвертя есть все по трубу все набито вот так все получилось и вот мы закрываем дверь все нигде щелей нету и внизу тоже самое может быть еще внутри утеплю потом чем-то но будет видно и здесь так сам закрывается все шикарно сейчас по центру сделаю ветровую продолжаем дальше все замки щеколды поставил и ручки даже поставил осталось наличие с наличником вот таким образом наличник будет ну и вверх уж так сама наличник тоже тоже будет но наличие по-любому будем ставить все вот ну это чисто так для рубара что в свиньи сижу там не выбежали оттуда снутри вторая ручка внутри закрыть если надо все это рабочая дверь надо гвоздь вытянуть а это дверь если вдруг надо там загонять выгонять или что-то большое завозить затаскивать и вот так и так же закрываем закрыли раз и два закрыли ну а внутренние закрывачки еще нету надо будет как это задвижку куплю поставлю или старую найти дальше продолжаем дальше продолжаем сейчас будем делать ветровые планки и на каждую щель тоже планка вот раз два три и ветровая и тут так сама щель 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 3 ну и ветровая здесь будет и внутри только ветровая вот и внутри ветровая и снаружи то есть на левой дверки будут внутри на правой снаружи щелевые щелевая планка если правильно называть прикрывает вот эту центральную щель между дверей верхнюю я уже сделал щелевую теперь нижнюю теперь идет пока он вот 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 а вот Это от сквозняков. Внутри я уже поставил, сейчас покажу. О, все, щелей нету, внутренняя тоже стоит, вот, и получается и там, и там с двух сторон, раз, все, вот так внутри получается. Здесь тоже стоит на всю длину, две щелевых, вот сквозняков. И такие же, сейчас будем планочки набивать вот сюда, раз, два, три, тоже щелевые. Со временем доски рассохнутся будут, щели, а эти планочки будут прикрывать. Потом можно покрасить или же, допустим, горелкой пожечь немного газовой, почистить и можно лаком скрыть. У кого какие предложения, можно просто покрасить, можно почистить, что-то там горелкой красиво текстуру пожечь и вскрыть прозрачным или красным лаком. Пишите предложения, может какие варианты, то я так и сделаю. А пока, пускай они на сквозняку побудут, подсохнут, подтряхнут. У меня вот надо наличники, наличники еще надо сделать, наличник. Тут аж все вот это байдушку прижимает и тоже все щели уходят. А с внутренней стороны, ну вот наличники будут, я думаю, так, наверное. Вот, все шикарно, прожмет все, будет супер. А с внутренней стороны пеной задую и тоже наличник там будет. Ну то уже, когда внутри ремонт будут там делать что-то. Когда кладовку, котельню буду, тут аккуратно все делать внутри. И сделаю потом наличник уже по общему делу. Вот таким методом планочки набиваем. На каждую щель на соединение двух досок. Потому что доски в любом случае, летом, до лета или еще раньше, сохнутся и будут щели. А если сделать вот так, щелей не будет. Ну здесь я просто не знаю. Мне вот тут еще одну планочку надо прибить и там. Или в самой планочке выбрать, пропустить металлическую вот эту пластину. Или же с кусков. Раз, кусок. Маленький, потом центральный и нижний. Ну то есть вот эти моменты решить. И по наличнику тут тоже уже завтра буду делать. Выберу аккуратно, то есть где саморезы вот это. Тоже такое. Ну то потом покажу, когда уже и окна. Я сегодня хотел и окна два, хотя бы этих поставить. Показать вам. Ну пускай потом уже окна буду ставить и доделаю все двери. Потом покажу уже точно завершающий этап как получилось. Ну короче вот таким вот методом закрываем все щели. Ну а потом уже там по желанию можно красить, можно лаком скрывать, можно что угодно. Все. Вот ветровые. Здесь. Здесь. Двери получаются самые обычные, простые и грубо говоря по деньгам не сильно дорого. Я смотрел накладную, 140 гривен доска одна. Одной доски мне хватает. Получается раз доска, два доска и сюда четыре доски пошло. Четыре доски и эти планочки. Ну и две вот этих стояковых 50 на 100. Надо посчитать. Гривен 500, наверное 600 вышли вот эти вот двери. Ну работу я не считаю, я сам делаю. Я считаю нормально это. А чем покупать квадратный металл 40 на 40. Варить рамки, обшивать профлистом, ОСБ и пенопласт. То есть или полистирол или вата. То есть там много те же самые навесы купить, поварить. Ну то есть сильно много проблем и они как бы эти по эффективности лучше будут. Обычные такие. Он у меня на тех сараях есть и такие. И такие мне есть чем сравнить. Все, вот так вот. Зашел, закрыл, ушел. Можно проклеить. Ну внутри еще нету самой. Ну все, щели нету вот. Тык, 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 тык. Можно понизу. Ну я могу там еще типа подушечки. Такое сделать вообще. Щели не будут. Ну то уже потом, когда уже заезжать в сарай. Потом будет видно. Вот грубо говоря, после обеда я вышел. И сейчас 4 часа. А я вышел где-то в часу. Начало первого. И вот это сделал. Двери. Сейчас смонтирую видос. И вывожу вам. Посмотрите. Может кому-то. Ну понятно, что оно простенько. Может кому-то пригодится. Кому-то. Кто-то передумает, какие двери делать. Ну а я буду тогда дальше шевелиться. Кому-то передумает. Поехали. 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 Продолжение следует...